Привет! Александр Лукашенко не придумал ничего лучше, как начать пугать белорусов вторжением НАТО. Это известный прием, который используется российскими пропагандистами много-много лет. Но вы знаете, если мы не отожмем Севастополь, то там будут солдаты НАТО. Если мы не поднимем пенсионный возраст, то это сделают, опять же, кто? Правильно, солдаты НАТО. Так вот, что интересно, на совещании с белорусскими военными Александр Григорьевич заявил о том, что общался с президентом России Путиным. И тот, цитирую, пообещал ему оказать всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь. Естественно, это объясняется внешней угрозой в то время, когда тысячи, десятки или сотни тысяч белорусов выходят на акции протеста. Так вот, российское телевидение, которое говорит о том, что вот цветные революции, о том, что Запад наступает, об этом самом важном заявлении Лукашенко не упомянуло. И поэтому я делаю вывод, что Путин, ну, еще не определился, как ему себя вести в данной ситуации. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент агентства «Унион Москве». Подписывайтесь, называем вещи здесь своими именами. Да, Лукашенко обратился за внешней помощью. И, конечно, все комментаторы и наблюдатели сразу проводят параллель с легитимным Виктором Федоровичем, который переехал в Россию. Помните, тогда беглый уже президент Украины обратился к Путину ввести войска и паспред России при ООН Виталий Чуркин, пока не скончался, размахивал этим документом, что вот легитимный президент призвал ввести российскую армию. Я это помню. И еще помню 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации во главе с Валентиной Матвиенко проголосовал за разрешение президенту России Путину ввести войска в Украине. И, согласитесь, параллели они налицо. Тем более, как мы видим, Лукашенко взял очень простую тактику. Владимир Владимирович, защити меня от белорусов, потому что если свергнут меня, следующий будешь ты. Ну, с учетом вот этого брожения в Хабаровске, некоторая логика в этом есть. Единственное, что не НАТО в этом виновата. Ни американцы, ни Литва, ни Латвия и даже ни Эстония вместе с Украиной. Особенность заключается в том, что уже появились элементы внешнего вмешательства. Об этом мы там поговорим. То есть, то, что я говорил, фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Внешняя агрессия. То есть, люди, которые на улицах белорусских городов, это внешняя агрессия. Это цветная революция. Ну, понятно, что в такой ситуации почему бы не попросить военной помощи. Кстати, Лукашенко там на совещании с военными говорил о том, что у них есть договора и с ОДКБ, и в рамках союзного государства с Российской Федерацией. Единственный момент в том, что это касается внешних угроз. Угроз. А что же делать, когда на улицы выходят сами белорусы? И надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. С Путиным он связался. В результате заявил, что Путин пообещал всестороннюю поддержку для обеспечения военной безопасности. Знаете, какой синхрон из этого совещания с военными взял телеканал Россия-1? Конечно же, не про Путина. Это Александр Григорьевич говорит о том, что очень плохо, что на улицы белорусских городов выходят не только мужчины, которых можно дубасить без ограничений, но и женщин. Которых, кстати, тоже можно дубасить, но, судя по всему, у белорусской военщины есть некоторые, ну что ли, предубеждения по этому поводу. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу, не трогайте ни в чем не повинных людей. Угрожать семьям военных. Что интересно, что Лукашенко, он здесь не делает разницы между внутренними войсками ОМОНом и военными. А разница есть, потому что военные, они защищают страну от внешней агрессии. У них нет ни полномочий, ни навыков, чтобы разгонять демонстрации внутри страны. Кстати, да, сегодня день Че. И, очевидно, будет самый массовый митинг и самые массовые шествия в Республике Беларусь с требованием отставить или отправить в отставку Лукашенко. Но по заявлениям, по тональности, которая звучит в белорусской столице, я не убежден и не согласен с этими тезисами, что, мол, все, Лукашенко повержен и осталось дожать. Мне кажется, игра далеко не закончена. Но здесь есть один маленький нюанс. Понятно, что власть как бы маневрирует и изменила тактику. Теперь они не лупят и не пытают белорусов. По крайней мере, временно. И попросить, не высовывайтесь вы сейчас на улицы. Поймите, что вас используют и наших детей используют как пушечное мясо. Может быть, это особенность тоталитарных режимов и их предводителей, когда они народ свой называют пушечным мясом. Но перед тем, как попросить военной помощи от Путина для защиты от белорусов, Лукашенко объявил себя русским. Совпадение? Единственное, попрошу и министра, и других. Вы знаете, вот мы все-таки, как тут в этой ситуации сказать, славяне. Славяне, не славяне, нужно сказать русские люди. Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. Русские люди, милосердие, угу. Я просто вспоминаю события, которые русские люди устроили на Донбассе. И хочу вам сказать, что милосердие и сострадание, жалость, это не про них. И когда приходят русские люди, которых, судя по всему, понемножечку начинает зазывать Александр Григорьевич, пощады белорусам не будет. Тем более, опять же, вот мой анализ ситуации показывает, что очень много белорусов считают россиян своими братьями. И да, не факт, что они будут готовы действовать в случае появления зеленых человечков или человечков в зеленой военной форме, но с российскими знаками различия. Это еще далеко не конец. Потому что это уже угроза не только Беларуси. И знаете, вот некоторые россияне, я смотрю там, слишком умные, начинают кричать, там, вот Беларусь, там, так, не это. Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси, это не меньше, чем защита сегодня всего нашего пространства, союзного государства и пример другим. Путин спаси, или ты будешь следующим. Сам факт того, что народ хочет действительно перемен, он не рассматривается в принципе. Но если уж речь идет о выборах, то проводите их честно. Потому что можно же было пойти по другим путям. Я об этом говорил, что за 24 года можно было восстановить, или организовать, объявить монархию. Тогда никаких выборов. Правь себе тихонечко, пока Боженька позволяет. Ну, или пока не произойдет пуч, революция. При этом надо иметь в виду, что мы же накануне, задолго, наверное, за год, за полгода, народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов. Поэтому я тут понимаю, что в основном правительство сформировано. Формировано. Это Лукашенко говорит о своем правительстве, которое сформировано после выборов, на которых, естественно, он победил. И протесты, вроде как, они об этом говорят. Но, по большому счету, исходит из того, что власть они сохранят. С другой стороны, ведь правительство, оно же может быть и в изгнании в Москве. Кстати, в Российской Федерации целый состав бывшего украинского правительства. Они здесь тусуются, ходят на телеканалы. И вы не поверите, российская пропаганда сдула с них пыль. И теперь бывшие украинские граждане, которые здесь в бегах уже какой? Седьмой год рассказывают о страшном Майдане, который готовится кем? Правильно. Тем коллективным западом. Сама революция, точнее Майдан, только в начальной стадии. Еще даже название не придумали. Есть уже вмешательства. Группы давно уже готовились. Это были и лагеря. Это были и разные рода тренинги. Ничего нового. Сбитые летчики рассказывают о том, что виноват кто-то другой в том, что они облажались, что они довели свою страну до того, что просто произошли такие страшные изменения. Кстати, вот эти вот товарищи, которые сбежали из Украины, в Москву до российского военного вторжения, абсолютно не замечают. Надувают щеки и выражают поддержку Владимиру Путину. Ну и, очевидно, в данном случае Александру Лукашенко. Можно реализовать этот проект, допустим, да? Он будет успешным. Скажем, государственный переворот осуществится, и Лукашенко уйдет. А можно, может быть, он и не получится. Но в любом случае можно создать проблему, решение которой будет находиться в руках у кукловодов, и вести переговоры Лукашенко просто в Беларуси не с кем. Как вы понимаете, российская пропаганда, несмотря на то, что в Кремле держат паузу, и не подтверждает факт того, что Путин обещал военную поддержку Лукашенко в борьбе со своим народом, но, тем не менее, российская пропаганда Александра Григорьевича поддерживает. Не хотят они этих цветных революций. Сам же Лукашенко повторяет фразу «Страну мы вам не отдадим» и отказывается от каких-либо контактов с Западом. Логика в этом есть, потому что если ты начинаешь переговоры с западными лидерами, значит, ты уже пошел на уступки, значит, ты согласился с тем, что тебя избрали, ну, или ты нарисовал себе цифры абсолютно надуманным способом. И пока они говорят о том, что никаких этих западных посредников не надо. Сегодня важный день у наших соседей. Будем следить и пожелаем им успехов. Но еще раз, эта история, она далеко не закончилась. Многие у нас сейчас в Украине раскритиковали заявление МИД, которое достаточно такое мягкое и не осуждает режим Лукашенко. Но мне кажется, у нас во власти сейчас люди, которые не хотят, а, вставать на одну или другую сторону, и я это поддерживаю, и, б, оставляют поле для маневров для украинского государства. Потому что политика, это дело немножечко сложнее. И если Лукашенко каким-то чудом устоит, нужно же с этой страной вести какие-то дела. Хотя, с большой вероятностью, что Лукашенко сможет удержаться у власти исключительно на российских штыках, а если это будет именно так, то договариваться с ним уже не будет иметь никакого смысла. Потому что получится что-то типа того, как россияне устроили на Донбассе, когда вперед выставляют своих гауляйтеров, говорят, что нас там нет, но все-то понимают, что контролируют ситуацию непосредственно Москва. И еще раз, не просто так, а Москва, Кремль дистанцируются от этого вопроса военной помощи. Потому что, слушайте, но если Путин отправит свою армию зеленых или каких-то голубых человечков по цвету военной формы, внутренних войск и полицейских, возможно, будет новый пакет санкций, в том числе против Путина. А здесь они как раз хотят как-то смягчить ситуацию с Западом. Не факт, что Путин действительно будет до последнего тянуть мазу за Лукашенко. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились. Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Они же понимают тех, кто координирует и направляет. И вы видите, иногда работают профессионально. Туда, в смысле, в Россию. И это один из поводов для того, чтобы заручиться поддержкой, военной поддержкой со стороны России. Но, очевидно, у Александра Григорьевича все-таки некоторая паника присутствует. Он сначала нам рассказывал о том, что на улицы выходят люди с криминальным прошлым и безработные. И обещал, что всех он трудоустроит в лагерях. Не знаю, об этом он не говорил. Но смысл в том, что сейчас риторика немножко изменилась. Он говорит, что если будете бузить, будете бастовать, то останетесь без работы и, возможно, вас уволят. И что-то получается, что кого уволят, им ничего не останется, как выйти на улицы. На этом все. Читайте Унян. Подписывайтесь на мой YouTube. Ну и, естественно, если вам нравятся мои мысли, заходите на мой Patreon. Чао!